Первое правило. Выступлению должно быть не более 10 минут. Второе правило. Только свои собственные исследования. Третье правило. Доклады должны быть очень простые. Я называюсь таким страшным словом, как специальный гость. То есть я чувствую себя примерно как оксимирон на разогреве в лимбиске. Собственно говоря, сегодня в это время в Стокгольме вот эти три человека читают свои лекции по экономике. И вот так совпало, что я вам расскажу, за что они получили премию и стоит ли давать премию финансистам. Что интересно про премию в этом году, то, что ее получили люди, может быть кто-нибудь из вас знает, совершенно за противоположные теории. То есть вот здесь в порядке, значит, слева направо Роберт Шиллер, Ларс Питер Хансен и Юджин Фама, которые, собственно говоря, исповедуют совершенно разные точки зрения. Но прежде чем я расскажу про эти точки зрения, я скажу, что экономика это такая, в общем, интересная наука. Многие даже считают, что она совсем не наука. Наверное, потому что она окружена некими мифами. И вот два мифа я постараюсь сегодня развеять. Но начну я с того, что всегда экономисты скучные графики показывают, но это один из двух графиков, мы не будем его подробно смотреть. Но идея в том, что он олицетворяет один из основных вопросов, на который экономисты пытаются ответить. Почему случаются спады и подъемы? На этом графике видно показанные цены на товарные фьючерсы с 1805 года и по настоящее время с наполеоновских войн. И вопрос о том, как колеблются цены, этот вопрос очень тесно связан с вопросами, как происходят спады и подъемы. Вот мы видим, что они так колеблются, но вот есть некий тренд. И вот наши лауреаты, они получили, собственно говоря, премию за анализ цены, за попытку их предсказывать. Исторически Фама был первым, который вышел на сцену в 60-70-е годы. Он предложил некую гипотезу, которая называется гипотеза эффективного рынка сейчас. И согласно этой гипотезе модели экономики, агенты, мы все с вами как бы роботы, агенты, которые рационально обрабатывают информацию, никогда не делают ошибок. И в общем в такой системе кризисов не возникает, система находится в равновесии. Если невозможно предсказывать, что произойдет в следующий момент, в принципе, если система в равновесии. Любая возможность для того, чтобы сделать деньги на рынке, она моментально кем-то используется. То есть вы статистически понимаете, что все рациональны, перед вами миллион агентов, вы не будете первыми в очереди за прибыльной возможностью. То есть на самом деле все уже украдено до нас. Ну и вот такая вот система, такое описание, такой взгляд на мир, он был вполне приемлем в 60-70-е годы. На самом деле в течение всего периода после Второй мировой войны, когда никаких кризисов не происходило. В 87-м году, в 19 октября, это был понедельник, произошел большой обвал на фондовом рынке сначала Азии, потом США. Ну, к примеру, если вы смотрите на колебания цен на рынке, как правило, они колеблются в пределах 5%. Ну так вот, если, скажем, какая-то аномальная происходит, 10%. 20% это уже очень плохо. Вот когда произошел этот черный понедельник, на самом деле в Австралии даже это был черный вторник уже, цены обвалились на 45% в Гонконге, 40% в Японии, в США 22,5%. Собственно говоря, ученые задумывались, а что, собственно, происходит, если мы моделируем экономику так, что кризисы не могут происходить, то почему? Ну и вот, если все рациональные, и если мы все с вами рациональные, обрабатываем информацию очень хорошо, единственная причина, до которой ученые додумались, следует из гипотезы Фамы, что мешает государству, потому что государство порождает бюрократов, вводит всякие барьеры дополнительные, не позволяет развиваться банкам, финансовым компаниям. В общем, возникла идея, что надо государство быстренько убрать из экономики, и начались так называемые бурные 90-е, the roaring 90-е. Ну, в общем, рынок попер вверх, банкиры курили сигары, пили дом переньон, ну, не надо путать с лихими 90-ми в России. Ну и как бы вот сторонники гипотезы Фамы пришли к тому, что надо убрать государство из экономики, а другие, была другая школа, которая сейчас называется поведенческие финансы. Они сказали, wait a minute, ребята, на самом деле агенты-то нерациональны, мы с вами все время делаем ошибки, более того, мы подвержены эмоциям, и если информация какая-то приходит, мы либо очень медленно сомневаемся, не сразу ее обрабатываем, либо как бы реагируем слишком сильно. Вот в такой системе, как они описали, рынки на самом деле находятся в неравновесии, и кризис там постоянно присутствует. И вот, соответственно, Шиллер и Хансен, они представители этой точки зрения. Хансен, недавно его фотография, кстати, он, собственно говоря, изобрел математики, физики, знают, наверное, статистики, такой обобщенный метод моментов, и начал тестировать им модели, которые Фама перед этим, значит, предложила, в общем, внимание. И Хансен обнаружил, что ничего подобного, вообще нифига не работают его модели. А на коротком периоде, если смотреть на цены в коротком периоде, они как бы колеблются слишком сильно. И тогда было непонятно, почему они колеблются слишком сильно. Но Шиллер как раз вот тогда и предложил, что на самом деле во всем виноваты эмоции, во всем виноваты вот это стадное чувство, то, что по-английски называется animal spirits, эйфория, паники, мании и так далее и тому подобное. И кроме того, Шиллер посмотрел на данные и увидел, что, вот если вы вспомните, 8 минут, наверное, назад был вот этот первый график, что цены на самом деле возвращаются к какому-нибудь тренду. Они колеблются, но возвращаются, они как бы растут в долгосрочном периоде. И Шиллер показал, что цены на протяжении 10-20 лет можно вполне предсказывать. Вот. И вот эта система, которую поведенческая экономика описывает, она на самом деле нестабильна, она постоянно находится в неверновесии. Это очень похоже на… вот здесь изображен Eurofighter Cyphoon, это британский истребитель, 10 лет назад его британцы сделали. У него такая вот дельтообразная форма крыла, а кабина и все приборы находятся в передней части самолета. И поэтому он все время сваливается, он нестабильно летит, он все время либо налево, либо направо сваливается и входит в штопор. И пилот фактически им не может управлять. И для этого нужна электроника. И это все физики тоже, наверное, знают, это описывается уравнениями Максвелла с обратной связью. Вот. И государство, собственно говоря, государство в такой вот системе должно постоянно присутствовать, оно должно все время экономику направлять, не позволять банкам зажираться очень сильно. Вот. И приняли ли это к сведению establishment, политики, банкиры? На самом деле нет. Почему? Потому что произошло такое сращивание исследовательского политического в Америке банкиров и академиков. Банкирам было выгодно, чтобы государство убрали из экономики, чтобы продолжали они зашибать бабки. Соответственно, они платили академикам в Гарвардах, в Принстонах, в Гелях, где угодно, деньги, чтобы они писали статьи про то, как это замечательная теория гиперзо-фиктивного рынка ФАМы. Вот. Это все вот написано, очень хорошо рассказано в фильме «Инсайдеры». Вот. Ну а что же Шиллер? Шиллер не был бы… Грош, цена была бы его идеей, если бы он их не применил на практике и не доказал, что на самом деле они работают. Соответственно, он опубликовал… Сначала он опубликовал одну книгу «Rational Exuberance», «Рациональное изобилие», где предсказал кризис .com в 2002 года, а позже опубликовал статью в 2003 году, где предсказал кризис 2007 года. Вот. Ну и, собственно говоря, всегда в любой истории есть Брюс Виллис. Это кадр из «Крепкого орешка», «Крепкий орешек» называется «Die Hard», как все знают по-английски. На самом деле это часть английской пословицы, поговорки, что старые традиции умирают долго, в смысле избавляются от них долго. All habits die hard. И, собственно говоря, establishment до сих пор настолько привержен идее гипотезо-фиктивного рынка, что вот как бы Шиллера отметили с Хансеном Нобелевской премии, но это как бы вся битва на самом деле основная впереди. Ну и, собственно говоря, хочу завершить выступление тем, что вот два мифа, которые я хотел сегодня разведить. Это первое, что всегда существуют люди-экономисты, что экономика, тем не менее, наука, всегда существуют люди, которые знают и могут предсказать кризисы. И второй миф, что на самом деле государству нужно, нельзя отдавать рынок, позволять ему свободно лететь и зашибать бабки. Спасибо большое. У меня вопрос. Вы же знаете, что каждые 8-12 лет у нас сходит экономический кризис. И все об этом знают, в принципе, экономисты. Не думаете ли вы, что вот теории этих трех американцев, наверное, или европейцев, не знаю, это всего лишь, скажем так, ну, знаете, есть причины, есть оправдания. Вот это оправдание на каждый экономический кризис, это оправдание. Я, знаете, я вам отвечу историей своей жизни, собственно говоря. Не, не кажется, сейчас объясню, почему. Где-то, наверное, 3 года назад фонд династии Евгения Зимина предложил организовать лекции нобелевских лауреатов в Петербурге. Но, к сожалению, из этого ничего не получилось, но он меня попросил по экономике, нобелевских лауреатов по экономике. Они меня попросили составить список людей, которые приедут сюда и расскажут. И я составил, 6 человек. Я составил 5 людей плюс Шиллер. Я сказал, что он не нобелевский лауреат, но в ближайшее время он нобелевскую получит. Потому что, на самом деле, люди, которые, собственно говоря, читали его работы, читали вот эти книги, статьи, которые предсказывают кризис, там совершенно четко, очевидно, понятно, что человек понимает, на самом деле, как экономика работает и может делать какие-то предсказания. Естественно, таких предсказаний, как физики, нельзя сделать, но до какой-то степени верности можно. Спасибо. Можно, да, немного аплодисментов. Говори вопрос, я повторю микрофон. Если он недолгий, несложный. Он недолгий. Значит, вопрос по поводу, когда упадет баррель нефти. Когда упадет баррель нефти. В общем, вопрос простой, прогноз от вас. Ну, давайте, знаете, я... Хорошо, вопрос такой, что США печатают деньги, в какой-то момент это все закончится, упадет доллар, упадет баррель нефти, упадет рубль, все рухнет, и, значит, атрибуция Брус Виллис. На самом деле, я думаю, что до конца следующего года ничего не произойдет, но дальше я не могу предсказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова